Всем привет и добро пожаловать в ваш видеоотчет Глазнот за неделю номер 21-2023. Я немедленно хочу извиниться перед вами за качество аудио, потому что я путешествую и у меня есть некоторые проблемы технического плана. Но не покидайте меня в этом эпизоде, у меня есть что есть. Итак, на что мы с вами сегодня посмотрим, это на то, что у нас есть очень интересные показатели. Сеть биткоина очень-очень тихо. Цены экстремально неподвижны и по сути нас придавило в режиме, которого мы давно не видели. Настолько зажатую цену и очень низкую ликвидность и волатильность. Это бывает нечасто. Если говорить в целом, то когда в рынке образуется очень низкая ликвидность, а также низкая волатильность, обычно это предшествует противоположной ситуации. Обычно такие сжатия предшествуют хорошему распружиниванию. И что мы с вами сделаем? Мы посмотрим на этот концепт и на то, к чему это приведет вончейн. Таким образом, мы будем на это смотреть в концепте того, что у нас волатильность за горизонтом. В таких случаях обычно рынки замедляются, а транзакции в сети биткоин становятся очень маленькими. И формируется среда с очень маленьким ликвидом, с незначительными новостями, да и вообще незначительным всем. И все это давит на цену, у людей складывается новое видение, и часто все эти вещи начинают нас загонять в самих себя. Сейчас мы с вами наблюдали очень узкую цену, которая у биткоина сложилась за последнее время. Мы будем смотреть на семидневном среднем. А также мы с вами посмотрим на транзакции ончейн под несколькими разными углами, которые помогут нам понять происходящее в сети и ситуацию с ликвидностью на рынке. И последнее, что мы с вами посмотрим, это интересная дивергенция. И пока активность биткоин в сети достаточно тихая, особо ничего не происходит и не особо объем движется, балансируя, о чем мы говорили с вами последние несколько недель. Но при этом количество транзакций и другая активность ончейн взлетело в небеса. Таким образом, что у нас получилось? Не такой большой объем движется внутри сети, а объем удерживаемых ходлерами буквально достиг исторического максимума. При этом количество транзакций велико как никогда. Вот на эту дивергенцию мы с вами и внимательно посмотрим. При этом, повторюсь, у нас нет значительного движения объема внутри сети. Так что это очень интересная дивергенция. И данный концепт мы с вами изучим более подробно. И как всегда перед началом, попрошу вас поставить лайк, поделиться ссылкой, подписаться на канал. И как всегда, напишите в комментариях, что вам нравится, что вам не понравилось, и если у вас какие-то есть вопросы. Мы их внимательно прочитаем и поможем вам с пониманием. Чтобы помочь вам выжить в этом хаотичном и достаточно вызывающем рынке. А также помочь разобраться в том, какая конкретная информация вам нужна в каждое конкретное время. Итак, поехали. Итак, перед нами даже борт недели ончейн. И первое, что мы с вами сделаем, это семидневная средняя высоких и низких значений цены. Что мы с вами будем делать здесь? Так это, по сути, использовать данный инструмент с красными и синими полосами, которые следуют за ценой. Это буквально инструменты, рассчитывающие семидневное максимальное и минимальное значение цены. И что мы здесь с вами увидим? Так это то, что вы можете буквально понять это следующим образом. Такой же концепт, аналогичная идея, что и у полос Боллинжера, к которому мы очень скоро вернемся. Итак, что мы здесь видим, представленное серым? Посмотрите, эти большие всплески, которые здесь образуются, обычно в волатильных периодах, которые идут обычно после довольно спокойного периода. Итак, что мы с вами здесь видим, это сжатие цены во время периодов консолидации. Верхний диапазон, а также нижний диапазон сжимаются довольно близко в направлении друг к другу. И обычно это предшествует довольно высокому уровню волатильности. Говоря в целом, обычно мы не наблюдаем такие спокойные периоды довольно долгое время. Теперь давайте посмотрим на пятилетний диапазон. Посмотрим на это с вами в данном контексте. Еще раз, как вы можете видеть, во время периодов бычьих рынков, мы наблюдаем это крупное расширение цены вверх. Верхний диапазон летит вверх, а нижний пытается его догнать. Во время медвежьих рынков происходит обратный зеркальный взрыв вниз. Но во время консолидации, посмотрите на эти вершины апреля. В эти периоды диапазоны сжимаются навстречу друг к другу, следуя за сокращением волатильности. Также внизу вы можете видеть эту прямую желтую линию. Она нам показывает текущий уровень диапазона, при котором его границы отстают друг от друга всего лишь на уровне 3 и 4. Этот уровень мы наблюдали перед началом года, в январе 2023. Мы это также видели в июне-в июле 2020. В обоих этих случаях последовало значительное движение от этого уровня. Также мы наблюдали похожую ситуацию вот здесь, в ноябре, перед капитуляцией. Это не обязательно нас направит в нужном направлении, но это говорит нам, что очень и очень редко бывает ситуация, когда после такого затишья у биткоина не следует какого-либо значительного движения. Так что с определенной высокой вероятностью нас ожидает значительная волатильность на горизонте. А теперь я хочу переключиться вот сюда. Это дэшборд, который вы можете увидеть, что находится как бы еще немножечко в процессе как бы еще создания. Но вы уже сейчас найдете ссылочку на него в описании под видео. И до этого мы с вами упоминали о диапазоне Боллинжера. И что в Глазноде реально круто, а также в этом наборе инструментов, что вы можете построить множество этих инструментов сами. То есть это набор инструментов, находящихся в процессе создания. Вы их могли использовать, а некоторые могли их просто видеть, наблюдая за коррекциями в бычьем рынке. Во время этих аптрендов, что обычно становится коррекцией и провалами в этих движениях, по мере нашего движения внутри циклов. И вы можете сравнить это с текущей ситуацией, заметив, что она довольно маленькая. Мы еще с вами не наблюдали этих значительных 20-30-40% коррекций во время бычьего рынка, что кое о чем говорит нам о текущем рынке. У нас были похожие ситуации во время медвежьих рынков, когда образовывались эти ралли медвежьих рынков от локальных низов до довольно высоких уровней. Также вы можете видеть, что у нас были как бы вот эти взрывные движения в противоположную сторону. Так что мы реально не знаем о будущем, бычий ли это или медвежий рынок. Но определенно мы с вами можем сравнить это с тем, что было в предыдущих циклах, и понять, на что это похоже. И упоминая инструменты технического анализа, и понимая, что многие пришли в Глазнот из TradingView, обладающие первичными знаниями по тому, как использовать технический анализ. И, конечно, кто-то будет использовать только технический анализ, другие, как я, например, будут использовать только ончейн, а некоторым нравится смесь из обоих подходов. Суть в том, чтобы понять, что вам подходит больше всего. И в текущем контексте, ну что мы с вами посмотрим, так это на набор очень популярных долгосрочных скользящих средних. 200-недельная скользящая средняя и 111-дневная скользящая средняя, которые обе сошлись буквально под ценой в 26 тысяч долларов. У нас также есть 100-дневная скользящая средняя и годовая скользящая средняя, которые сошлись на более низком уровне, на уровне 22500. И повторюсь, это как бы дает нам возможность оценить того, где мы находимся. Помню, что не так часто мы находимся под этой 200-недельной красной. И, будучи находясь над ней, это определенно создает нам интерес к этой ситуации. И теперь возвращаемся к тому, что я уже упоминал, диапазоны Боллинджера. Мы можем посчитать эти диапазоны и буквально мы можем использовать скользящие средние вместо отклонений, увидя аналогичную ситуацию сжатия цены. И вот здесь то, что мы с вами видели, это 7-дневная цена, которую мы наблюдали в январе 2023-го. Мы видим, что диапазоны Боллинджера сжимаются аналогично диапазону 7-дневной цены, что предшествует значительному движению взрывного характера вверх. Обычно рынок не любит находиться в тишине долгое время. Сжатие приводит к расширению, а часто расширение затем приводит к сжатию. Теперь у нас здесь есть еще парочка инструментов, которые я не буду в деталях обсуждать. Здесь у нас классический индекс RSI, который подсвечивает нам вот эти периоды пере- и недопродажи в отношении к другим уровням RSI. У нас есть такие вещи, как индикатор Stochastic, который поможет вам найти эти пересечения и определить больший импульс. А также у нас есть классический MACD, который очень популярный инструмент в трейдинге. И все это вам говорит о том, что мы построили данный набор, используя инструменты, а здесь у нас 7-дневное и 30-дневное. Вы видите, что 30-дневное сжатие цены также находится на относительно низком уровне. Так что это все нам показывает, что волатильность более чем вероятно на горизонте. И возвращаясь снова на территорию ончейн, как вы, конечно, знаете, что я очень люблю, но что мы с вами здесь посмотрим, так это как бы на днище рынка, на рыночный трейдинг, на компрессию цены, и это все как бы относится больше к техническому анализу. Но очевидно, что мы будем использовать оба эти концепта, также используя и ончейн. И вы могли недавно слышать, возможно, в заголовках, что парочка крупных маркетмейкеров, я полагаю, Джейн Стрит и Джамп Крипто, начали приостанавливать часть своих операций. В итоге мы с вами получили всю эту окружающую среду с ликвидностью, основанную на повышении ставок и так далее. В итоге, что мы с вами здесь видим, так это перемещение объемов у биткоина в ончейн. Картина слева — это картина, приведенная на участников. То есть это буквально картина, которая отфильтровывает внутри биржевые перемещения, а также по кластерам кошельков. Она показывает самую чистую, которому мы можем только получить картину. А справа — это общий объем, который перемещается на бирже. Биржи занимают центральное место в отрасли. На них происходит самый большой объем, особенно для биткоина. И на что мы с вами посмотрим, так и на то, насколько активно рынок отправляет и получает монеты с бирж. И, возможно, вы не заметили, но буквально в любой день объем поступающих на биржи и уходящих с них находится на уровне где-то около 500 миллионов в день, что на самом деле это мало. Но этот объем может подняться до нескольких миллиардов долларов для обоих объемов в обоих направлениях. Буквально в каждый день. Это экстраординарное количество монет. В чистом же виде это может быть значительно ниже. 2, 3, 5% от общего объема. Но это может дать вам оценку того, насколько много вончейн анализ нам говорит. Потому что это так много монет, которые каждый день поступают на и из бирж. Но ключевой вывод здесь — это в том, что вы можете видеть этот структурный, значительный даунтренд для обоих этих графиков. Объем транзакций в ончейн продолжает сожиматься, выраженный в долларах. И это, несмотря на достаточно неплохое движение цены в этом году. Вы буквально можете видеть, что мы с вами опустились на уровень июля-августа-сентября 2020-го с точки зрения общего объема транзакций. Это очень-очень мало. Это буквально говорит о очень низком значении ликвидности. И аналогично этому, когда мы с вами видим эти низкие уровни объемов транзакций, обычно это предшествует значительным движениям волатильности. Таким образом, это несколько сигналов, которые нам говорят, что приближается волатильность, но неизвестно в каком направлении. Теперь переходим к перемещаемому объему. Мы попытаемся понять, почему перемещаемый объем такой невысокий. И здесь у нас может быть несколько тезисов. Один из них — это сокращение ликвидности, который маркетмейкеры, а также торговые компании выводят с рынка, а также, возможно, что мы еще находимся в медвежьем рынке, после которого требуется некоторое время, чтобы снова взрастить интерес. Но также мы на это можем посмотреть с точки зрения инвесторов, которые просто удерживают свой биткоин. Так на что мы с вами здесь посмотрим? Это на реализованные прибыли и убытки. Мы просто их с вами сложим, и вы увидите, что здесь есть периоды, когда доминиют прибыли, естественно, в бычьем рынке. Здесь доминируют убытки, кроме краснота медвежьих рынков. Вы видите периоды, когда снова возвращается прибыль и начинают доминировать, как за последние несколько недель. Но вы также можете заметить, что у нас не так и много реализованных объемов. У нас не... Помните разницу в перемещаемом объеме? Если вы перемещаете один биткоин, то перемещаемый объем — это один биткоин. При реализованном объеме мы учитываем время, когда вы приобрели биткоин. Если вы его купили за 15 тысяч, а получаете прибыль за 26, то у вас образуется дельта между ценой реализации и ценой, по которой вы купили. И наоборот, если вы купили биткоин за 50 тысяч, а сейчас продаете за 26, то у вас также образуется дельта между ценой покупки и ценой реализации. И когда у нас получается очень маленький уровень реализованного объема, то это также нам может объяснить то, что большинство монет в движении двигаются не так далеко от своей цены покупки. То есть буквально люди тратят свои монеты на своем уровне себестоимости. И это вот такой тезис, который мы можем использовать, понимая, что сейчас ликвидность очень низка. Но мы также понимаем, что наши продавцы тратят по цене очень близко к покупке. Или рынок просто не был достаточно волатильным, чтобы образовалась значительная прибыль, чтобы образовалась достаточно мотивации для продажи. И теперь мы с вами движемся дальше, и это великолепный график, на создание которого мы потратили довольно много времени вместе с моей командой. Возможно, вы слышали о цене реализации. Здесь она в синем. Это классический ончейн уровень себестоимости, который берет все монеты в обращении и считает среднюю цену. Но так делать будет немножечко несправедливо, потому что Сатоши, все майнеры, потерянные монеты, большинство из этих монет были куплены, ну, точнее, у Сатоши вообще не было цены, но все же некоторые из них были куплены по цене ниже доллара за биткоин. То есть некоторые из этих монет несут в себе экстраординарные уровни прибыли. Так что будет ли для нас справедливым полностью удалить все эти экстраординарные потери за текущий цикл, которые были, вероятно, потеряны и экономически неактивны? Поэтому вот что мы с вами сделаем с этим графиком. В оранжевом мы удалим все эти прибыли, содержащиеся в этих давно потерянных монетах, которые не двигались 7 лет, которые экономически неактивны, и если они будут проданы, они, естественно, будут пересчитаны в данной модели. И что мне здесь важно, чтобы мне показали активный рынок. Далее, что вы здесь видите, так это то, что мы торгуем на небольшом расстоянии от цены реализации, которая составляет около 20 тысяч долларов. Но помните, так как у нас есть люди, которые потеряли все эти монеты с огромными прибылями, они скрывают всех этих трейдеров, которые купили свои монеты и удерживают их сейчас в убытках. И если мы с вами их также вычтем, вот что нам покажет эта оранжевая кривая. Это скорректированно реализованная цена, и вот как ее можно понять. Это средний уровень себестоимости, посчитанный наилучшим возможным способом, основанный на людях, которые, скорее всего, отреагируют. Монеты, которые были потеряны, маловероятно, что отреагируют на волатильность. А те, кто по-прежнему ожидают вернуть свои деньги, кто купил здесь, отреагируют с наибольшей вероятностью. Поэтому, что у нас здесь, помните, у нас есть 200-недельная, а также 111-дневная скользящая средняя, находящаяся под 26 тысячами, а средний уровень себестоимости экономически активных монет находится около 25200. То есть опять мы зависли буквально над этим уровнем. И если мы это сравним с скорректированным MVRV, мы все еще внизу этих уровней. Не совсем на дне, но вот здесь, на уровне пола. На уровне пола в 6000-2018, после периода восстановления в марте 2020. Мы были на очень похожем уровне. Если вы об этом подумаете, то здесь не так уж и много прибыли, которые сейчас находятся в системе. Что как бы объясняет нам, почему у нас так мало реализованных прибыли и так мало реализованных убытков. Так как даже с учетом нашего ралли в 60-70% от самого низа, в системе все еще не так много прибыли. Так как люди всего лишь вернулись к своему истинному уровню себестоимости. И во многих пониманиях, реализованная цена недооценена. С учетом истинного уровня себестоимости рынка. Это интересная динамика. И определенная, о которой говорит не так много людей. Так что вы об этом услышали первое. И с таким контекстом, в окружении очень невысокого уровня ликвидности, с небольшим объемом транзакций, с небольшим реализованным объемом транзакций, тезис и выводы, которые можем сделать, это в том, что ходлеры собираются ходлить. Они достаточно, они не. Они недостаточно увидели волатильности, либо вниз, чтобы запаниковать, или вверх. Спасибо большое за эти прибыли. Мы недостаточно видели значительного движения цены, для того, чтобы они выступили. И теперь мы с вами посмотрим на объем ходлеров. Вот этот график с левой стороны показывает все монеты возрастом больше 1 года, красным 2 года в оранжевом, 3 года зеленым. И 5 лет, вот здесь внизу, отображенные белым. И все они, все эти 4 диапазона, в настоящий момент стремятся к историческому максимуму. То есть по всем диапазонам 1, 2, 3 и 5 лет, все они показывают исторические максимумы. Монеты, которые попросту никто не тратит. А с правой стороны, и это у нас долгосрочные и краткосрочные объемы. Краткосрочные красным, а долгосрочные синим. И еще одно, что мы здесь сделали, это задали цвет ценному графику. Видите, это синяя в красной зоне. Если мы говорим с вами о долгосрочных и краткосрочных держателях, то по сути это все основано на статистике. Мы смотрим на все монеты в обращении биткоина и даем оценку того, насколько вероятно то, что они будут потрачены. И основываясь на наших исследованиях, мы пришли к тому, что 155 дней около 5 месяцев. Как только монеты переваливают этот возраст, вероятность того, что они будут потрачены, становится очень-очень маленькой. Менее 1%. Но это не значит, что они не будут потрачены. Это значит, что значительно менее вероятно, что они будут потрачены. И на что мы с вами здесь смотрим, это синяя зона. Заметьте, как сразу после краха FTX. Дайте-ка мы с вами это все увеличим, чтобы реально посмотреть на это в деталях. Вы можете здесь увидеть, что прямо сразу после краха FTX, монеты, которые последовали за крахом FTX, до, по сути, самого начала этого года. Это монеты, которые только что буквально мигрировали в объем долгосрочных держателей. И посмотрите, как все это произошло. Мы на историческом максимуме в 14,4 миллиона биткоинов. Вы видите, по мере роста объема долгосрочных держателей, объем краткосрочных держателей сокращается, взрослее и перемещаясь в более старые диапазоны. И когда мы говорим о краткосрочных держателях, то можно сказать, что практически все краткосрочные держатели образовались более-менее с начала 2023-го. Как бы в целом. Но это показывает нам убежденность того, что ходлеры продолжают ходлить. Они попросту не тратят свои монеты. Похоже, что у них пока не образовалось желание, неважно из-за страха или из-за прибыли, взять и потратить. И это кое-что нам говорит. Несмотря на хаос в рынке, и помню, как мы вышли из хаоса 2022-го, с огромными ликвидациями и болью, содержащимися в 2022-м, несмотря на это все эти монеты, в 15-16 тысяч после FTX, являются их огромной частью. И которые, по сути, просто сейчас никуда не тратятся. И это кое-что говорит нам о убежденности ходлеров. И еще один показатель, который очень мощный, и как бы помогает нам все это подтвердить, это живость. Живучесть — это очень простая механика. А если даунтренд, то это значит, что механика ходлинга доминирует. Чем более крутой даунтренд, тем больше происходит ходлинга. Аптренд означает, что они тратят. Обычно это происходит во время бычьего рынка. Аптренд в живости означает, что умные деньги уходят. Те люди, кто покупали во время предыдущих медвежьих рынков, накопили, теперь их тратят и получают прибыли. За большие цены во время бычьего рынка. И мы видим, как резкость меняется, что означает сдвиг в поведенческих моделях. И сейчас мы с вами на очень-очень резком даунтренде. И в настоящий момент мы возвращаемся, по сути, к начальным уровням 2020-го. Таким образом, очень-очень низкие уровни живости означают, что ходлинг является доминирующей механикой. И в большей степени рынок попросту ничего не собирается тратить. И самый последний график, который я хочу вам показать в завершении, это волны реализованного капитала ходлеров. Это удивительная вещь. Я использую эти волны, и конкретно волны реализованного капитала ходлеров всегда. И если стандартная версия ходлеров показывает объемы BTC по возрастным диапазонам, то сложность в том, что и вы увидите, в том, что они показывают и Сатоши, и старые десятилетние монеты в очень большом объеме. И, как я говорил ранее, мы на самом деле можем их убрать. Они экономически неактивны, и они не представляют столько интереса. Ну, что с ними будет с этими монетами Сатоши? А если произойдет, так произойдет. И что нам показывают реализованные волны капитала ходлеров? Так это оценку каждой монеты в долларах на момент ее последнего перемещения. И лучший способ это понять, это богатство. Каков уровень богатства, неравенство распределения богатства по этим возрастным диапазонам? И что мы здесь с вами видим, это все от 6 месяцев до полностью 10 лет. Этот маленький фиолетовый диапазон даже не виден. Это монеты Сатоши. Все эти монеты от 7 до 10 лет, их едва видно в этом фиолетовом диапазоне, потому что они двигались по цене вдоль цента, или даже без цены. И в них в итоге сохранилось очень мало богатства. Но с другой стороны, от 6 до 12 месяцев, от года до 2, от 2 до 3 лет, что мы видели на предыдущем графике, они набухают и только-только начинают расти, совершенно достигая исторического максимума. И что это говорит нам, так это то, что максимум объема в обращении в настоящий момент находится в руках долгосрочных держателей. Людей, которые здесь давно, которые видели волатильность. Подумать о себе 3 года назад, я даже не могу вспомнить о себе. Все, что я помню, так это то, что я не помню конкретно цену, которая тогда была, и мне нужно смотреть на график. С другой стороны, если мы с вами смотрим на те более молодые когорты, если вы покупали свою монету вчера, то, скорее всего, вы помните, по которой цене вы это делали. Если цена движется ниже, то более вероятно, что вы отреагируете. И вот откуда идет разделение этих долгосрочных и краткосрочных держателей. И самый большой отсюда вывод в том, что если у нас на ончейне сейчас все тихо, объемов особо никаких нету, и мы просто наблюдаем за ходлерами, для которых пока нет никаких поводов брать и тратить. И буквально по всем этим диапазонам мы видим рост в направлении исторического максимума. И в крайнем случае, они по крайней мере ожидают хоть какой-то волатильности, чтобы начать двигаться. И большое спасибо, что вы посмотрели это видео. Я извиняюсь за качество аудио. Мы скоро вернемся к нашему стандартному расписанию в выпусках. Я также надеюсь, что по крайней мере вам было интересно посмотреть на вещи с разных точек зрения. Обязательно посмотрите наш набор инструментов технического анализа. Ссылочка в описании, а также напишите в комментариях ваши мысли. Мы на них обязательно отреагируем и поможем вам. Мы знаем, что многие люди приходят из TradingView к нам, и, возможно, есть вопросы. И действительно, ончейн аналитика для вас будет совершенно новым взглядом на ситуацию. Это поможет вам сравнить различные подходы точки зрения и найти соответствие, а также зависимости. Вы увидите связи с ключевыми уровнями цен. Почему? Потому что люди обычно ведут себя одинаково. Неважно, в 1920-м, в 2020-м, в 2023-м, биткоин, золото, нефть. Неважно, люди стремятся к одному и тому же поведению. И это все нам объясняет, неважно, данные ли это ончейн или паттерны технического анализа. А теперь я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok